24 мая 2019 года произошло историческое событие. Тысячи людей по всему миру устремили свои взгляды в небо в ожидании бесплатного интернета. В тот день были запущены первые 60 из 12 тысяч спутников, давшие начало системе Starlink. Амбициозному проекту Илона Маска, который обещает к началу 2020-го покрыть всю Землю высокоскоростным спутниковым интернетом. Как же будет работать проект стоимостью 10 миллиардов долларов? И каковы цели SpaceX? Давайте узнаем. В 2015 году состоялась конференция компании SpaceX, на которой Илон Маск анонсировала, что его компания ведет активную разработку глобальной спутниковой сети, которая покроет всю Землю, позволяя иметь доступ к сети интернет даже в самых дальних уголках нашей планеты. Первым пунктом в реализации плана должен был стать запуск первых тестовых спутников Tintin A и Tintin B к 2016 году. Однако компания столкнулась со сложностями, пытаясь разработать дешевый и эффективный ресивер, с помощью которого пользователи смогли бы получить доступ к системе. Эта заминка отсрочила запуск на целых два года. И лишь 2 февраля 2018 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 SpaceX вывела на орбиту два экспериментальных спутника. Следующим этапом был запланирован запуск первых 60 спутников Starlink 9 мая 2019 года. Однако миссия была отложена из-за необходимости в первую очередь отправить груз на Международную космическую станцию, запуск корабля с которым ранее был отложен. Немного позже запуску корабля помешал сильный ветер в верхних слоях атмосферы. И лишь 24 мая с мыса Канаверал была запущена ракета Falcon 9, давшая полноценное начало проекту Starlink. Почему же тогда мы все еще не получаем сигнал с космического роутера? Дело в том, что первые 60 спутников были запущены с целью накопления опыта работы с наземными терминалами. Терминал — это конечное устройство размером со сложенный ноутбук, на который будет приходить сигнал со спутника. И в этом плане сеть Starlink имеет ряд преимуществ по сравнению с современными способами передачи данных. Большинство пользователей по всему миру получает доступ в интернет посредством оптоволоконного кабеля. Это довольно быстрый поставщик, но он годится только для мест с высокой плотностью населения, например, городов. Однако более половины населения планеты живет совсем иначе — за городом или в селах. В малоэтажной застройке тянуть кабель экономически бессмысленно. Здесь на выручку мог бы прийти мобильный интернет, однако, как показывает практика, он либо дорогой, либо обладает недостаточной площадью покрытия. Вышка с условным 4G-ретранслятором покрывает тем большую площадь, чем больше ее высота. И тогда SpaceX задумались, почему бы не поднять вышку в космос? Всего SpaceX собирается запустить в космос 11943 спутника, 1584 на орбите в 550 км, 7518 на 340 и 2841 на 1150 км. Это примерно в 70 раз ниже, чем обычные геостационарные спутники. Такая высота связана с тем, что на более низких высотах время отклика значительно уменьшается, делая доступ к сети более быстрым. Более высокие эшелоны спутников будут играть роль посредников для спутников более низких эшелонов. Пользуясь отсутствием атмосферы, они станут передавать им по сверхбыстрым системам лазерной связи данные от наземных серверов. Каждая из спутников Starlink имеет свой ионный двигатель, солнечную панель и весит приблизительно 227 кг. Такое количество одновременно запущенных космических объектов не на шутку обеспокоило многих ученых, утверждающих, что подобный проект создаст огромное количество космического мусора, который может стать очень опасным для дальнейших космических миссий. Однако, по заверениям SpaceX, спутники, находящиеся на сверхнизких орбитах, не представляют угрозы, так как будут самостоятельно уходить с орбиты, сгорая в атмосфере. Скорость каждого канала будет равна 1 гигабиту в секунду, при том, что широкополосное подключение сегодня обычно дает 20 мегабит в секунду. В теории, один терминал сможет дать связь десяткам наземных устройств, подключенных к обычному роутеру, связанному с терминалом, принимающим сигнал со спутника SpaceX. Следовательно, теоретически такая группировка спутников может обслуживать сотни миллионов пользователей. В компании считают, что смогут обслуживать сразу 50% всех подключенных к интернету устройств на планете Земля. Иначе говоря, отнять половину мирового рынка интернета у уже существующих провайдеров. В связи с этим возникает вполне логичный вопрос – зачем SpaceX хочет стать крупнейшим провайдером на планете? Ответом будет не менее логичное – деньги. На сегодняшний день примерно каждый второй житель планеты имеет доступ к интернету. Система, подобная Starlink, значительно упростит доступ оставшейся половине населения, что позволит привнести в бюджет SpaceX сотни миллиардов долларов. А некоторые источники даже успели назвать предположительную сумму, которую пользователям предстоит отдать за терминал. Цена колеблется в пределах от 100 до 300 долларов. Впрочем, сама SpaceX эту информацию не подтверждала. К слову, в мире уже существуют системы, реализующие подобные идеи мирового интернета. Например, система OneWeb – британская система глобального интернета, спонсорами которой уже выступили такие бренды, как Airbus, Coca-Cola, TotalPay и Virgin Group. Также достойна внимания Сфера – российский проект глобальной спутниковой системы связи, подразумевающий запуск более 600 малых спутников связи. Крупные компании понимают, насколько большим и быстро растущим рынком является интернет, и что создание системы, позволяющей охватить практически все население планеты, позволит получить неограниченный приток инвестиций. Понимает это и Илон Маск, бросая огромные средства и лучшие умы на реализацию этого проекта. Ведь денежные поступления позволят ему реализовать еще более дерзкие проекты, как, например, полет к Марсу. По заверениям Маска ощутить преимущество Starlink мы сможем лишь в конце 2019 года. Однако уже сегодня можно ощутить, насколько прорывным и амбициозным является этот проект. Удастся ли реализовать этот проект в полном объеме, пока что неизвестно. Возможно, он так и останется красивой мечтой. Время покажет. А возможно, вы смотрите это видео в 2020 году где-нибудь посреди океана, в то время как над вашей головой уже пролетают тысячи спутников Starlink.